Музыка 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 Утро начинается с кофе Музыка Кстати И неплохая Неплохая Да, судачел Мы уже хитрые Смотри какая бодрая Опа В домике и отцепился Самое интересное Сейчас мы его Покажу вам Приманочку Перебросал Кучу всякого разного силикона Больше Меньше Пока Металлик Кэрот Будем говорить Попсовый цвет Ланкер сити Это означает Что самый такой популярный Как раньше говорили Лох или сирень Какашка Тоже такой Тоже такой Не знаешь на что ловить Ставишь его И вот у Ланкер сити Металлик Кэрот Это тот цвет Когда не знаешь какой цвет выбрать Потому что в линейке Ланкер сити Там более 200 расцветок В каждой приманке Ставишь этот И ловишь Вот такого судачка Да шо ж такое Очень бодрая рыбка Очень Вот такой судачало Здравствуйте друзья С вами Дмитрий Галаш И канал Берег Фишинг Как вы уже догадались По названию Сегодня у нас Рыбалка В формате Обучающего Видео Сегодня поговорим О рыбопоисковой технике О Настройках Рыбопоисковой технике О картографии Ну и обо всем Обо всем Что поможет вам Найти и поймать рыбу Это видео в первую очередь Для начинающих Рыболов Которые Приобрели Рыбопоисковую технику Или собираются Приобрести И Если вы уже Супер профессионал То Обязательно Напишите Свою версию На те вопросы О которых мы Сегодня поговорим Сегодняшнее видео Мы разложим По пунктам Это будет Картография Это будет Настройка эхолота Это будут Внешние Сторонние Программы Которые И которые Доступны Для всех Для поиска рыбы Поэтому Давайте Начинать Как всегда Обо всем По Порядку Основой Поиска рыбы Является Конечно же Картография И Это можно Использовать Как и на реках На больших реках И конечно же На водохранилищах Где это Там Максимально важно И в этом Вам может Помочь Ваш прибор Кстати я буду Рассказывать На примере Своих приборов Которые Я использую Всю информацию Не только Касательно Картографии Это Это HDS Live 12 и Elite TI 2 9 Это Будет касаться И настроек По Самому Эхолоту Так и По Картографии Что Хочу сказать Вы можете использовать Карту прибора Если она у вас есть То есть Большинство современных Приборов Бюджетных И небюджетных Они имеют уже Рисовалку Это могут быть Однолучевые Просто С нижним Сканированием Или Эхолотом Также могут С боковым сканированием Приборы Иметь эту функцию Что означает Рисовалка Сейчас я вам покажу У нас здесь Есть запись С экрана Эхолота И постоянно Будет у нас Картинка То о чем я Буду рассказывать Вот смотрите Здесь у нас есть Просто Чистая Карта Карта И Подключена Сейчас Это называется Та карта Которую Я использую Карта Симэп Как ее установить Если мы начнем развивать эти темы Это наша Дискуссия Затянется Не на один час Это уже больше тема Семинара По каждому вопросу Поэтому Ну google в помощь друзья Симэп Можно зайти на сайт Скачать Затянуть Ваш эхолот Поставить серийник Это если кратко Ей пользоваться Одна проблема Классно рисует Но Нет Как таковой Своей карты Хотя Там можно купить По моему Около 100 долларов В год Это Карта стоит Симэп Что она нам дает Везде Вот я поездил треки Поперемещался Везде где я ездил Специально Посмотрел Здесь есть Озерцо Вот мы стоим На якоре Да И по краям Его меляки Вот Что нам это дает Это дает Четкое понимание Где мы можем Выставиться На якорь На этом примере Расскажу Естественно Сейчас лето Мы становимся В глубину Под нами 5 метров глубины По краям 2-2,5 метра Ракушка Белая рыба И возможно Судаки Которые Как мне показалось Я увидел В эхолоте То есть это Что касается Рисовалки Также в эхолот Если он не поддерживает Рисовалку Ну уже по моему Таких эхолотов В общем-то и Ну не сильно Выпускаются И не сильно Популярны Потому что эта функция Все-таки Очень полезная Что дает нам карта На эхолоте Допустим Я здесь Прошел И увидел Вот где я сделал ГАЛС Увидел здесь Рыбу Отбиваю здесь Точку Да 1409 Точка И в левом Нижнем углу Видно что До точки 30,8 метра Ну 31 метр Будем говорить Да То есть Вот прибор Это Функция у Лоуренса Доступна Там Начиная С Тайки По моему И заканчивая Топовыми моделями Там всеми HDS И так далее Вот то есть Мы четко видим Направление Заброса Мы бросаем В сторону Объекта Который мы там Увидели Это может быть Коряга Это может быть Бровка И Нам не нужно Делать лишние забросы Допустим по сторонам То есть Мы уже туда не бросаем Туда не бросаем Туда не бросаем Мы делаем 2-3 заброса Вместо Которое мы видим Объект Интересным И Можно уезжать Либо же там Уже делать забросы Другой приманкой Да Соответственно Линейка Вот это позволяет Четко работать По Тем объектам Которые Вы видите То есть Таким образом Рыбалка ваша Становится гораздо Эффективнее Вы делаете Меньше холостых забросов Вы работаете По конкретной рыбе Но опять же Это Скажем так Для Динамичной ловли Уже более С таким осознанным И спортивным подходом Потому что Ну например Мы можем Из там 10-12 часов В дневной рыбалке 70 процентов Времени ездить И 30 ловить И наловить рыбы Как раз вот С одного Но с двух якорей Потому что Все остальное время Мы ищем Эффективные точки Где есть рыба И не делаем Лишних забросов Не тратим на это время Какие плюсы Картографии Понятны Да Которая есть в приборе То есть есть точки Вы видите Куда вы едете Вы видите места Где вы ловили Вы конкретно становитесь Где вы ловили И ну думаю Что дальше разжевывать Это не стоит Дальше Есть еще две программы Которые я использовал До того как У меня появились Современные приборы Одну я установил Наверное лет 10 назад На телефон Она называется Андрозик Эта программа Работает только На Android Платформе В ней Есть Полная Картография Тех карт Которые вы сюда Подгрузите Это можно сделать Самостоятельно То есть Отрисовать карты Я не буду рассказывать Опять же Как это сделать На YouTube есть Формат карт Как их накладывать Как их вслеплять То есть в данном случае У меня здесь Карта дозотопа Которую я Выгрузил Если я не ошибаюсь Или Сукормор картографии И есть еще Какие-то Дополнительно Другие карты Вот Сукормор картографии То есть В данном случае Мы стоим В каком-то Озере Эта программа Также рисует Трек Эта программа Показывает Расстояние До точки От точки То есть здесь Если допустим Мы не имеем Картплотера В эхолоте А имеем допустим Классический Однолучевой эхолот Вот как у меня Раньше был Это Ловренс Икс 125 Это очень давно было Тем не менее Люди до сих пор пользуются Этими устройствами Это Замечательный эхолот Сейчас я покажу Переключусь На наш прибор Нужно также понимать Что проезжая точку Объект Который мы увидели Вот сейчас переходим В эхолот Допустим Да В классический Ну или же Даунскан Допустим По сути то же самое То есть мы идем 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 Вот картинка меняется И видим что то На экране эхолота То есть нужно понимать Что уже Вы от этого места Если у вас Быстрая скорость Прокрутки в эхолоте Включена Отъехали Ну примерно метров 7 От 7 до 15 В зависимости Там от скорости Вашего перемещения То есть вы можете В программе Андрозик Отбить себе точку Одного объекта И вторую точку Где вы стоите На якоре И точно так же увидеть Сколько дистанция И так далее То есть делать Вот это Все то же самое Что я рассказал На экране Картплотера Делать это В эхолоте Андрозик Имеет точки Имеет Треки Ими показывает Скорость И все 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 В общем Даже по моему Онлайн карты Какие то Сюда можно подгрузить В общем Кому интересно Почитайте В интернете Там есть про него Информация Где его скачать И вторая программа Которая Которая Связана С картографией Она сейчас платная По моему Она никогда Бесплатная не была Это Navionix Ботинг Когда то Я ее купил За 20 долларов В плей маркете Она есть и для Андроид И для Эпл платформы Очень удобная штука В принципе Даже если у вас Есть Эхолот Картплотер Как у меня То Это удобно Чем Если вы их Синхронизируете А это можно сделать Вы можете Все свои точки Всегда иметь с собой В телефоне Независимо от того В какой лодке Вы находитесь Здесь точно так же Есть карта Глубин Она с изобатами Ее можно Поднастроить Расстояние До точек Вот у меня точек Здесь отбито Где то Они там Какие то Сыхолота Какие то Несыхолота Координаты И все 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 Видите вот Острова Меляки Старое русло Фарватер И так далее То есть это Вторая программа Но уже платная Которую вы Можете использовать Ну про карты Я вкратце Рассказал Программы И так далее Если это видео Наберет Тысячу лайков Я прилеплю Ссылки Где скачать Эти карты Где скачать Приложения В частности Андрозик Что Является Очень интересной Темой Ну а вы Сыпьте лайки Мы Переходим К Второму Скажем так Этапу Нашей дискуссии Или Моего Монолога Это Эхолот А именно Настройка Самого Эхолота Это Постоянно Тревожащий Всех Вопрос Правильно ли Показывает Мой эхолот И что я вижу в нем И так далее Некоторые Вообще Не заморачиваются То есть Установили эхолот Или кто-то Установил Как-то Настроили Но так собственно Дальше И катаются И не обращают Внимания На какие-то более Детальные Глубокие Настройки Эхолота На самом деле Все сводится К двум критериям Это Это Если говорить о Даунскане И Сайдскане Это нижнее сканирование И боковое сканирование Это Настройка Контрастности И выбор Цветовой схемы Больше Вам в принципе Ничего Дальше Об этом знать Не нужно Есть еще Частота Луча На которой он Работает У Лоуренса Это В боковом сканировании Четыреста пятьдесят пять И восемьсот И В нижнем сканировании Двести И четыреста пятьдесят пять Если я не ошибаюсь Чем выше Показатель частоты Тем Уже луч Которым вы смотрите Под лодкой То есть Четыреста пятьдесят пять Это Широкий луч Широкая частота Восемьсот Это Более Узкий И более Соответственно Четкая картинка Которую вы видите Потому что Зачастую В четыреста пятьдесят пять В боковом сканировании Объекты могут быть Размазанными И Не всегда понятно Что вы видите Под собой Сейчас попробуем Поэкспериментировать Начнем со структурника Переходим в настройки Сейчас я увеличу Картинку Значит Частота Видим Да Четыреста пятьдесят пять И восемьсот То есть Ставим Четыреста пятьдесят пять И сразу же Нужно Поиграться с Контрастностью Не в ту сторону Уменьшаем Видите Уменьшаем Контраст Картинка будет Более Резкая Резкая Но при этом Если посмотреть На само Отображение У нас Само дно Оно такое Размазанное То есть В этом луче Хорошо искать Мы видим шире Вот кстати Какая то у нас По правой стороне Стая Какой то белин Может быть Лещи Не знаю И возвращаемся В восемьсот Я всегда работаю В восьмисотой частоте Бытует версия Что в холодной воде Нужно использовать Четыреста пятьдесят пять В теплой воде Восемьсот Но Я честно говоря Пробовал с этим играться Не сильно Лично мне Это помогает Может быть эксперты Прогрессивные И так далее Более в это вникают Дальше Нужно так же понимать Что на каждом Новом водоеме И в разное время года Эхолот Нужно чуть-чуть Поднастраивать Опять же Это касается Именно двух характеристик Это Цветовая схема И это Контрастность То есть Контрастность Я показал вам Смотрим То есть Если у нас Слишком темная Картинка Мы чуть-чуть Добавляем Контрастности Картинка Становится Более светлой И понятной Ну ровно до того момента Пока вы видите Вот я сейчас видите Добавил Но в среднем Этот показатель Лоуренса От Скажем так Шестидесяти восьми До Семидесяти двух Вот Где-то так Иногда чуть больше Иногда чуть меньше В зависимости от Температуры воды И грунта На котором Вы ловите Потому что Чем тверже грунт Тем Эхолот лучше Отбивает дно Тем Ярче И красивее Картинка И Палитра Опять же У каждого Разное Цветовосприятие То есть Соответственно мы видим Что В разной Цветовой Схеме По разному Мы видим дно Здесь оно более Такое Замытое Здесь Чересчур Контрастное Эээ Здесь оно Вот такое Мне нравится Синяя Это девятка Мне нравится Единичка И мне нравится шестерка Это вот Те три схемы цветовых Которые Я использую Дальше Переходим к нижнему Сканированию Так Здесь у нас Друзья Все гораздо проще Здесь есть Контрастность Вот она у меня стоит Шестьдесят шесть Именно На этой Цветовой схеме Если я завышаю Видите Очень сильно засветляет дно Если я Затемняю То Картинка невнятная Поэтому Где-то вот я Сейчас На Этой Воде Ставлю Примерно Шестьдесят Восемь Даже Может чуть-чуть Меньше Шестьдесят шесть Вот так Мне нравится И плюс Опять же Палитра Да То есть мы видим В каком В каком цветовом решении Которое предлагает нам Производитель Нам Картинка Комфортнее Вот Пока Рыбу не вижу Мы еще параллельно Ищем рыбу Вдруг что-то увидим Станем Побросаем Опять же У нас сегодня Напомню Обзор Рыбалка Поэтому Вот так С эхолотом Переходим к эхолоту Все немножко сложнее Здесь есть у нас Ну опять же Это функция HDS Я не буду в них углубляться Это цветолиния Которая Подчеркивает Но Есть Частота Эхолота Как правило В стандартных эхолотах Это или 83 Гц Это очень широкий луч И в нем Ну все размыто И как правило Если вы что-то увидите То Не факт Что вы в эту рыбу Или в объект Который вы увидели В принципе попадете Потому что площадь Покрытия луча При 83 Гц Очень большая Слева Справа Сзади лодки То есть это большой круг Такой И вряд ли Вы попадете в тот Объект Который Видите Но В частоте 200 Все хорошо Ну я хожу С частотой Высокой Которая Есть у Черпа Чувствительность Понимаем Да Чем больше мы ее накручиваем Вот сейчас картинка меняется То есть у нас Экран Заполняется Абсолютно Ненужной информацией Поэтому Чувствительность Всегда В эхолоте Я стараюсь Зажимать Практически В ноль Чтобы объекты Пропадали То есть иногда Можно потерять Полезные сигналы Но Так как мы с лодки Мы ищем Достаточно крупные Объекты Ну то есть Это рыба От полукилограмма Скажем так Да То Вот такая Вот Чувствительность Чистота Поверхности Можно поставить Средняя Опять же она тоже Влияет На Отображение И в толще И у дна И устранение Помех Высокое Зажимаем эхолот На максимум Тем не менее Сейчас практически Чувствительность Зажата На ноль И какие то объекты У нас Да Появляются Исходя из Выше сказанной Информации Что хочу подчеркнуть Не бойтесь Экспериментировать И нажимать Разные кнопки В эхолоте Вы ничего Не сломаете В крайнем случае Всегда Можно сбросить Эхолот На заводские Настройки Сделать все с нуля Либо же Сохранить Настройки Вашего эхолота На флешку Которая в нем стоит И Таким образом Откатиться Назад Скажем На то что было Я говорил это все На примере Приборов Лоуренс Но Примерно та же Ситуация И в гармине Примерно та же Ситуация В хаминберде Но там чуть чуть Посложнее Там есть еще Пару опций Скажем так Которые нужно Поднастраивать Тоже Но в принципе Там тоже Все просто Но Лоуренс Именно в этом случае В плане настроек Является Самым таким Как Nokia 3300 Простым Ничего лишнего Все понятно И Все доступно Вот Дальше Друзья Я предлагаю Немножко Половить рыбу Поиспользовать Живые Примеры То есть Постановки На якорь Картинку С эхолота Ну Собственно И рыбу Которую мы Поймаем Поэтому давайте Начинать рыбачить С тех мест Которые мы Сегодня найдем Так Друзья Сейчас Хочу показать вам интересное место Мы зашли В такой залива Днепра Он достаточно глубокий До 10 метров Я здесь Никогда Не был Просто По карте Опять же Возвращаемся По Растровой Посмотрел Здесь Неплохая Глубина Вот Даже Видите 13 метров В середине Есть И куча Но На бровке Я здесь Нашел коряжник Здесь тоже Кстати Есть корчики Но Пустые Вот Сейчас У боковым лучам Вот Я отметил Корчик Точку Смотрите Сейчас Покажу Как это работает Как мы будем его облавливать Мы на него заходим Вот Точка Которая 14-16 Заходим 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 И видите Вот на подъеме Хоп Белая рыба И коряги С ракушкой Шикарно Уже Уже начинаю Останавливаться Супер Место Супер Вот Даже Вижу Судочка Одного Сейчас покажу И вот Нажимаю сюда На линеечку И вижу что 18 метров Я от точки Сейчас становлюсь На якорь Опускаю Моторгайд Не был к этому готов Я думал он опущен Вот И 21 метр Можно даже чуть-чуть Назад сдать И четко по карте В принципе Все у нас видно Вот И важный момент Вот постановка Возле коряжников Она не должна быть На большой дистанции То есть это от 15 до 20 метров Можно даже ближе То есть метров 12 Ставится Вот я сейчас встал на якорь Вижу в какую сторону Бросать Корщ четко По корме лодки Сейчас мы его облоем Посмотрим Кто же там сидит Ну и картинка Вот обратите внимание Сейчас У нас Вот По поводу Судочка То есть тут тени есть Вот Вот Опять же Здесь и ветви Вот это скорее всего Камни Вот одно бревно Вот второе бревно Вот Здесь Это уже свал Отображается Вот похоже что-то Вот Белая точка Это у нас Похоже на судака Очень Очень Интересная конструкция В заливе Вот И такие места Возле Большой глубины На подъемах Коряги Скопление белой рыбы То есть хищник Здесь Скорее всего Есть Сейчас Будем пробовать его ловить Так Я поставил Слах И поставил его На джиголовке Несмотря на то Что там коряжник И вот такие вот места С ветками Они Как правило Лучше всего Облавливаются Ну с точки зрения Проходимости Именно джиголовкой Потому что Овсетник На шарнирном монтаже Подвижный И он Часто очень Наматывается На ветке Застреет В рельефах А джиголовка Это более Скажем так Целостный монтаж Который Меньше Опа Кстати И неплохой Ребята Хороший Судачок Ну вот Что и требовалось доказать Коряжник Белая рыба Четкая постановка Есть судачок Ну что ребята В принципе То что требовалось доказать Я доказал То что хотел сказать Максимально кратко И емко Я рассказал Если у вас и остались Едет лодка Если у вас остались вопросы На эту тему Обязательно Задайте их в комментарии Как всегда Я на все на них Постараюсь ответить Ну и собственно Ваш вопрос Наверняка Может стать Темой Для последующих Опа Для последующих видео С той же точки Но небольшой судачок Клюнул Клюнул Я чуть рядышком С корчиком Бросил А Совсем Хоп Такой Незачетный Но судачок Впускаем его На чем я остановился Рыба Сбила меня С толку В общем Ребята У меня все С вами был Дмитрий Галаш Берегфишинг Пока И наклацайте тысячу лайков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok